Всем привет на канале All Dutchman! Сегодня мы с вами в этом выпуске рассмотрим вопиющие случаи из работы Министерства иностранных дел Германии и естественно о вовлечении главы этого министерства в огромнейший скандал, который скоро как снежный ком покатится с горы, затягивая за собой очень многих немецких политиков. Итак, в чем же дело? Журнал Чичаро обнародовал документы, в которых говорится о том, что 5 лет назад немецкое посольство, находящееся в Пакистане в Исламабаде, выдало въездную визу в Германию гражданину с фальшивыми документами по имени Мухаммад. Они, более того, они знали о том, что у него фальшивые документы, просто их попросили сделать въездную визу этому человеку по просьбе министра иностранных дел Германии. Далее за это дело взялся ресурс Focus Online. Что же нашел этот ресурс? А оказывается за несколько лет вот таким вот подложным документам в различных посольствах и генконсульствах Германии в разных странах могли получить въездную визу около 3000 нелегальных мигрантов. То есть это не простые люди, это не работники, которые хотят где-то работать или какие-то с высшим образованием интеллигенты. Это обычные уголовники, заплатившие за то, чтобы получить визу. И, увы, очень многие дипломаты знали о том, что у этих людей есть подложные документы. Так в чем же дело? Почему? Почему? На каком основании они выдавали им въездную визу? Из каких побуждений? Из гуманных побуждений или все-таки из побуждений коррупционных, корыстных, чтобы набить свою кубышку, а там хоть трава не расти? Проблема в том, что этот коррупционный скандал тянет за собой сегодняшнюю, нынешнюю главу Министерства иностранных дел Анналену Бербок, которая вынуждена будет держать ответ перед Генпрокуратурой в Берлине. Рано или поздно это дело будут придавать большей огласке. Сейчас же ведется следствие по этим делам. Там не одно уголовное дело, там очень много уголовных дел. Они все собраны в несколько томов и ведется следствие. Представитель пресс-службы Генпрокуратуры Берлина Карен Нойсер отметила в своем заявлении следующее, что пока ведется следствие, никаких имен, фамилий они называть не намерены. Но факт остается фактом. Очень многие функционеры Министерства иностранных дел Германии, находясь на дипломатических постах в разных странах мира, выдавали по фальшивым документам въездные официальные въездные визы всем тем, кто хотел въехать в Германию. Кажется абсурдным, ну такого же не может быть, елки-палки, где цивилизация, а вот нет. Мы подождем просто-напросто решение всех вот этих вот дел. Мы подождем, что найдет еще Генпрокуратура в Берлине. И потом послушаем, что же скажет в свое оправдание и в оправдание своих сотрудников министр иностранных дел Германии. Потому что такой масштабный скандал, который разразился из-за одного человека, приехавшего в Германию из Пакистана по подложным документам, потянул за собой очень много функционеров. Как журналу Чичаро и ресурсу Фокус Онлайн стало известно о том, что у того человека, приехавшего сюда и в Германию из Пакистана, по подложным документам оказалась нормальная легальная виза. Он, приехав сюда, тут же подал заявление на получение статуса беженца. И, естественно, потерял свои документы. Когда эти документы были найдены, оказалось, что, увы, эти документы не соответствуют даже наполовину той хорошей оригинальной фальшивке, которую делают действительно профессионалы вот этих вот фальшивых документов. Может быть, кто-то скажет, что это сейчас специально делается для того, чтобы вот эту вот коалицию светофорную вообще втоптать в грязь, чтобы они на следующий год на выборах в Бундестаг вообще улетели, провалились и не получили ни единого голоса. Кто-то еще скажет, что, мол, это все делают глобалисты, специально подрывая авторитет страны в глазах других стран. Вы знаете, тут никаких глобалистов нет и никаких таких специально подрывных деятелей со стороны тоже нет. Достаточно того, что наш министр иностранных дел Аналена Бербок и так за несколько лет, находясь у власти, вернее, находясь на посту министра, сделала так, что весь мир смеется с Германией. Все считают, что в Германии политики просто-напросто неадекватные и необразованные. Благодаря ей, ну и благодаря нашему министру экономики и вице-канцлеру Роберту Хабику, который не знает, сколько будет 15 умножить на 23. Он сидит и думает, 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 а потом говорит, наверное, все-таки будет, кажется, 226. Нет, даже не 226 и не 169, как он тогда высказал в два варианта свою догадку. Печально, печально. Но Focus Online проводит параллель между сегодняшними вот этими вот скандалами с выдачей виз по фальшивым документам и ранее проходимыми по этим коррупционным скандалам бывшими министрами иностранных дел Германии, вернее, бывшими министрами иностранных дел Германии и его вот этими вот функционерами, его вот этими сотрудниками. Тоже от партии «Зеленых» был, такой у нас Ёшка Фишер, он был тоже замешан в диком сумасшедшем скандале коррупционном по выдаче виз различным мигрантам, предъявлявшим фальшивые документы в посольствах и в генконсульствах Германии в различных странах. Бардак. Как говорится, деньги правят миром. Вы знаете, вот если сказать честно, вот сейчас уже по этой теме, если сказать честно, у власти в стране, с одной стороны, должен быть действительно диктатор, который будет держать всю власть в стране в своих руках и весь свой кабинет министров будет держать в страхе. А с другой стороны, хочется, чтобы у власти в стране были думающие люди, которым небезразлична судьба их населения и в первую очередь будут думать о своей стране, а не о других странах, а не о чаяниях и бедах другого населения за 3-9 земель. Кто следит за нашими выпусками на канале, тот прекрасно понимает, о чем я говорю. Теперь же я хотел, так, с этой темой коррупции мы закончили, сейчас мы перейдем к некоторым комментариям. В одном из моих последних июньских видео я там высказывался о Бецалькарте для вот этих вот мигрантов, которую хотели запустить, все-таки ее с 1 июля запустили по всей Баварии. Другие земли будут еще несколько месяцев тратить на запуск этого пилотного проекта, оглядываясь на Баварию, как здесь это все происходит. Так вот, я там говорил, что вот этим вот беженцам, мигрантам будет выдаваться эта Бецалькарта и они будут получать также карманных денег всего на все 50 евро в месяц, не больше. И также я упомянул, что эти деньги не смогут тратить себе на сигареты, на гашиш, ну и на вот этих массажистов. И вот шлась одна или нашелся кто-то под ником Лама и написал мне такой вот очень восприимчивый комментарий, мол типа на каком основании я вот этих вот шлюх называю массажистками. Массажист это вполне легальная и очень нужная профессия. Типа мое высказывание в этом отношении можно считать дискриминационным. Вот этому вот пользователю я просто хотел бы напомнить или предложить просто-напросто обратиться ко всей территории, европейской территории бывшего Союза, в частности к прессе, к газетам и журналам. С начала 90-х годов и по сей день во многих газетах и журналах там появляются объявления, предлагают интимные услуги, массажный салон, экскортницы и так далее. Вам что, дорогой мой зритель, было бы приятнее, если бы я сказал, что они потратят свои 50 евро на экскортницу или на какие-то интимные услуги, тогда бы вы считали, что я высказался правильно и не сказали бы, что это дискриминация. Не несите чушь, блин, пожалуйста. В первую очередь посмотрите, что пишут в газетах и как высказываются в этих газетах. А потом уже пытайтесь выпендриваться здесь, извините меня за мой французский, по поводу того, что я сказал что-то дискриминационное или нет. Я никого не оскорблял, я называл вещи своими именами. И по поводу вот этих вот дальнейших таких вот высказываний, мне кто-то написал, что вот как не напишу комментарий, он уходит сразу в спам или, блин, могут отправить в бан. Ну так, ребята, я вас прошу и перед каждым выпуском у меня идут титры. Ведите себя культурно, пытайтесь высказываться сдержанно, умеренно и не оскорблять друг друга, и прислушиваясь к мнению своего оппонента. Многие пропускают это мимо ушей и пытаются выплевывать свои оскорбления, выплевывать свой негатив не только на ведущего, не только на хозяина, на автора канала, в сторону модераторов и так далее. На сегодняшний день у нас уже почти 100 человек в бане. Почти 100 человек. Скоро будем праздновать юбилей. Буквально сегодня мы отправили еще одного человека, потому что, ну, я понимаю, что у власти стоят не особо образованные люди иногда, не будем говорить в какой стране, но высказывать конкретно прямые оскорбления в адрес этой власти, увы, нет. Не надо разжигать ни межнациональную рознь, ни еще какую-нибудь неприязнь у людей к другим. Поэтому давайте придерживаться тех рамок, тех правил, которые установлены у нас на канале. И последнее, самое последнее, для тех, кто несколько дней подряд мне вот писал и сейчас пишет до сих пор, а кто ты такой, как ты попал сюда в Германию, да откуда ты сюда приехал? Ребятушки, девочки, мальчики, тети, дяди, бабушки, дедушки, прошерстите канал, если вы не ленивые, и посмотрите, там вы увидите во многих видеовыпусках, я говорю, откуда я приехал, как я сюда приехал, когда я сюда приехал, чем я занимаюсь, кем я работаю, чем занимаюсь в свободное от работы время. И не будете задавать таких глупых вопросов по поводу того, а кто ты такой? Я человек, если это смотреть физиологически и анатомически, я мужчина. Все. Если вам это интересно, природа создала два пола, женский и мужской. Для всех остальных полов существует не бог, а психиатр. Это для тех, кто считает какие-то там высказания дискриминационными или еще что-то. Это вам вдогонку. В общем, так, это я так высказался, не при детях, будь сказано, постарался более-менее корректно, но уж как получилось. Ну, а возвращаясь к теме, которая начата была в выпуске, влипание, именно влипание Министерства иностранных дел Германии во главе с Анналеной Бербок вот в этот коррупционный скандал, вот в эту вот смолу, из которой, если вылезешь, то оттереться довольно-таки сложно, причем отмыться действительно будет от этого скандала очень сложно. Если Генпрокуратуре удастся доказать официально, на всех законных основаниях, что действительно за последние пять лет в Германию приехало свыше трех тысяч нелегалов по подложным документам, получив за определенную мзду въездную визу в Германию, то, к сожалению, наша зеленая министр иностранных дел обязана будет сложить в себя полномочия. Это раз. Второе. Полетят очень многие дипломатические головы с плеч. Ну, в переносном смысле, конечно же. Ну, а чем это скажется на лице Германии, на мировом отношении к Германии? Будут на нас смотреть еще хуже, еще более негативно, чем смотрят сегодня. Если бы у нас у власти стоял канцлер, который действительно сказал слово, которое не расходится с делом, было бы намного проще жить. А так вот, что имеем, то и имеем. Как говорится, сколько было денег, то и смогли купить. Хотя хотелось нечто большее. В общем, время покажет. Не забудьте подписаться, поделиться видео с друзьями, распространить его дальше, нажать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий, написать нормальный комментарий, постараться не высказывать ни какую-нибудь матершину, ни материть никого, никого не материть. будь то политики или еще кто-нибудь. Нецензурная брань у нас не приветствуется. Комментарий, если уходит в спам, то он потом удаляется. А бывает такое, что удаляются сами комментаторы. Вечный бан. В общем, всем удачи, не болейте. Всем пока.